Владимир Галанкин отправился на поиски пропавшего ребенка вечером в понедельник. О произошедшем он узнал из сообщества поисковой группы «Рысь». Это объединение волонтеров, которые занимаются поиском пропавших людей. Владимир созвонился с координатором, узнал, что нужна помощь, взял оборудование и поехал на место. Мне сразу сказали, где находится штаб, потому что там было два штаба, один из которых был штаб «Рысь» поисковый. Туда приехал, меня зафиксировали, с собой привез еще двух ребят. В группе был назначен старший, и, соответственно, когда группа была скомплектована, потому что моментально приезжали люди, быстро комплектовались группы, и люди выходили в заданный квадрат. Как рассказал Владимир, поиски были организованы на высшем уровне. Привлекли Росгвардию, спецназ, МЧС, полицию, кинологов. Ехали добровольцы со всей России, из Крыма, Казани, Екатеринбурга, со всех уголков нашей области. Люди везли с собой оборудование, еду, снаряжение. Кто-то приезжал на день, кто-то ехал на поиски после работы, проводя в лесу всю ночь. Приехали, во-первых, скажем так, люди, которым это не безразлично. Те люди, у которых действительно есть сердце. Люди социально ответственные, которые все вопросы, все проблемы, которые есть, они принимают их к своему сердцу и пытаются их решить. Если так будет везде и с каждым, то все будет здорово в нашем обществе. В каждой группе обязательно присутствовала женщина, потому что мужчин Зарина боится и могла не откликнуться на зов. Нашла ребенка группа добровольцев Ры, Сиратника, Национального центра волонтеров и корреспондента ННРУ. Они шли по густому лесу, по инструкции позвали девочку. И вдруг что-то услышали. Момент, когда нашли Зарину, попал на видео. Зарина, малыш, не бойся. Привет, милая. Привет, моя хорошая. Ура. Мы тебя спасли, моя зая. Заветные слова «Девочка найдена живой» стали огромной радостью не только для тех, кто принимал участие в поисках, но и для тысяч людей, которые с замиранием сердца следили за поисками малышки. Девочка доставлена в Нижний Новгород для дальнейшего обследования и лечения в Нижегородской детской областной клинической больнице. Екатерина Апенова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин